Понимаете, помогите разобраться, в чём причина общими фразами, я вам помогу разобраться, вот такими общими. Но я думаю, что это вы уже начитались в информационном кругу, этой информации очень много. Сейчас не вопрос информации, её очень много, сейчас вопрос как. То есть мы идём от информации к трансформации, от знания к опыту, поэтому нам нужен опыт. Поэтому я уверена, что вы начитались уже по этому поводу очень много. Как всегда я говорю, что мы все индивидуальны, мы все разные. Я когда-то работала с женщинами фибромиом, вот сколько было женщин, у всех разные причины. У одной фибромиома это не моя беременность, не хочу выходить на работу, у одной фибромиома это способ уйти от сексуальных отношений. Вот сколько людей, поэтому вот сколько, вот здесь я консультирую компульсивное передание, вот столько здесь разницы. Для кого-то это не любовь к своему телу, для кого-то это нежелание жить, для кого-то это я доказываю своему отцу, что он недостоин. То есть вот сколько людей. Поэтому, как всегда, мы работаем на индивидуальное. Мы опускаем глаза вот сюда, в своё подсознание и задаём правильные вопросы, эффективные вопросы. И вопрос будет всегда звучать таким образом. Зачем мне так важно переедать? Компульсивный это способ поведения, связанный с эмоциональными состояниями. Зачем мне так важно было связать еду и эмоции? В первую очередь задаём себе этот вопрос. Зачем мне было так важно связать эти два понятия между собой? Я заедаю эмоции, то есть я заедаю эмоции едой. Зачем мне так важно было когда-то решить, что только если я заедаю, то мы понимаем, что человек таким образом получает некое удовольствие. И вот мы задаём эти вопросы. Зачем мне так важно? У меня были причины так действовать. И мне было можно так действовать. Когда мы говорим, мне можно было так действовать, мы снимаем в первую очередь чувство вины. Потому что каждый раз, когда, например, я знаю, что я не должна, а делаю, у меня появляется кромишное чувство вины, которое ведёт меня в эмоциональный качель, который так и называется, чувство вины. Я не должна, но делаю. Я не должна, но делаю. Поэтому мне можно было передать. Да, у меня были причины так действовать. Зачем мне так было важно действовать? Мы находим причину, вскрываем её и говорим, а, теперь я понял. И развязываем связь. Потом идём в состояние нормы. Что для меня является нормой? То есть, понимаете, для того, чтобы вам рассказать поэтапно, что сделать, это вам нужно иметь те знания, которые есть за моей спиной. И трёхминутный ролик просто не позволяет это сделать. Поэтому вам легче прийти на сессию, пройти её, для себя проработать, получить свою свободу и стать...